Привет! Сейчас у нас тут... А, о, блин. 10 минут четвёртого уже. Ну, я уснула где-то около 9... Вообще около 8, наверное, или 8 с чем-то вечером у меня с рубилами, гренями случилось. Я считаю, что уже можно сказать, что сегодня вторник. Вот как раз потому что 10 минут четвёртого вторника. Я тут сухарики из последнего куска лаваша, чтобы он не совсем... уж совсем не умер. И принёс людям... Делаю чай пью. Ну, моя родня делает. Иногда тупо покупают специально хлеб мягкий, сферый батон, а потом делают, возьмём сухарики. Продолжаем делать сухарики. У меня сквардан. Я увидела камент одной зрительницы такой... В общем, я так понимаю, что человек переживает, что я тут почти ничего не ем и экономлю. На самом деле я не экономлю. Ну, в смысле экономлю-то и экономлю, но тот проект я задумывала в основе после того, как поняла, что я дофига денег трачу на всякие пироженки. Ну и, в принципе, тот проект, задуманный первый ролик из того плейлиста эксперимента без лишних трат, там можно глянуть и как бы понять. И тогда не будет такой жуткой, уж простите за фразу папа боли в комментах. Чтобы люди поняли, что я питаюсь правильно. Ну, может, не совсем правильно, но всё же питаюсь нормально. Вот я, короче, проснулась. Где-то... Ну, в общем, проснулась я вообще где-то без пятнадцати, может, двенадцати. Лежала-лежала, кот ко мне пришёл. Я поняла, что если я сейчас в ближайшие полчаса не усну, то моё нижнее полушарие будет плоским. Спина у меня уже отваливаться будет от того, что лежу и не сплю, и мигрень как-то не проходит. И в итоге я решила, что надо бы сделать блины. Была у меня сыворотка. Спросите, Лэ, откуда у тебя сыворотка? Да ещё от коровы, которая как бы домашняя. Ну, да, бывают ещё не домашние, но в смысле от фермеров. Мои родственники, короче, покупают молоко, которое тут цветочное возят. Ну, так как я в основе езжу, когда тепло, вот сейчас уже не поедешь. Думала, что поеду, но уже совсем видать не поеду. И родственники, наверное, другие мои, уже из Выдор приехали в Сосновый. Короче, если им будут привозить молоко, на отсеке им прозвонить, напомнить, узнать. И возят, или не возят. Потому что номер той женщины, мы с ней собирались обменяться с лотовами, чтобы, если что, созвониться. Я её встретила, когда она поедет продавать молоко из деревни в город. Ну, в общем, как-то, так как погода сложилась так, то вот не получилось. Короче, мои родственники покупают молоко от коровы. Я-то покупала от козы. И делают творог стабильно довольно часто. И вот бывает сыворотка. Я пью сыворотку. Ну, и, в общем, как бы, они меня угощают. Или делятся. Иногда летом, ну, больше. Когда летом, короче. Если не делятся, или так получилось, что, ну, раньше я её даже замораживала. Сейчас у меня морозилка заполнена битком. Замораживать никак совершенно. Я даже мясо сейчас не покупаю, потому что, ну, тупо ложить некуда. Напомню, что тут ботрындец. Сейчас теперь ещё это, тут тыква получилась. Оно у меня слегка освободилось, потому что я вчера делала фасоль. Кстати, сейчас покажу ещё эту фасоль, которую меня угостила соседка по саду ещё летом. В общем, у меня освободилось место благодаря фасоли. Я засундучила туда вот эту... Как её, блин, звать там? Масло на этом кусочек-то стать. Масло тут у меня замороженное, сливочное. Засундучила туда тыкву, которую мне тётя угостила. И у меня тут есть, ну, по большей части тут, конечно, сало. Но тогда отрезали кусок. Я покупала мясо как-то. Не помню, у тех людей, которые привозят молоко родственников, ну, не только родственников. Они как бы привозят в пару мест этого района. И желающие приходят, покупают молоко, мясо или там ещё чего-нибудь. Короче, свиное мясо. Свиное сало. Тут по большей части сала и немножко мяса. Ну, так срезалось. Я как-то делала уже такое, отваривала. Очень хороший бульон получается. И на нём можно сделать щи. Вот у меня там качан капусты. Это остатки был и роскоши, скажем так. Ну, там немножко такого этого типа супа. Не то чтобы супа, это вот те пельмени, которые я делала. И они у меня частично развалились. И получился такой вот... Как бы иногда варить о пельмене. Как бы пельмени с супом, да? С пельменей с бульоном. В общем, там у меня мои эти пельмени. Вторая часть. Что-то сварила много и не доелась. Тут у меня кофе со сливками. Когда я его не допиваю, если оно не помрёт... Ну, в общем, я его брала в холодильник. Не знаю, если оно помрёт, так помрёт. Не помрёт, так ну... Добавлю горячей воды и выпью. Тут у меня сыр ещё есть. Колбаса, которую коту покупала, но что-то он не стал есть. То молоко, которое из того обзора, которое вызвало девочки такое негодуе, что я тут ем плохо. Ну и, в общем, что сюда полезло-то, блин? Не вставайте в среди ночи и не делайте блины. Ну и, в общем, сделала я себе блины. Блины, а не тут. Я, конечно, это потом, наверное, гляну на монтаже, потому что, скорее всего, на камеру-то на эту снимаются, раз новая, на тот режим, который я поставила в итоге. Хотя, в принципе, можно и другую поставить, но и что-то я как-то обленилась и ставлю этот. Хотя при монтаже тот был бы удобнее. В общем, случилась у меня сыворотка. Была в двухлитровой банке. Ну, не два литра, просто вот получилось так, что я не принесла человеку банки, а у человека было только вот это вот. И я... то, что было, то мне отдали. Сделала себе блины. Рецепт я ещё не публиковала на Кукпыре, но он у меня есть. И в Инстаграм я ещё скидывала. В общем, у меня последний у меня получился нормальный блин. Я каждый раз редко пеку блиной. Каждый раз, когда пеку, короче... Сначала быстро хочу их перевернуть. Они, соответственно, ещё не пропеклись. Потом я как-то не каю и забываю. Ну, в общем, я тупо стала мыть посуду, которая у меня была приличная раковина. И пока вот мыла, они пеклись. Я их переворачивала. Вот тут у меня осталось два блина с песочками. Делала, конечно, и не моя бабушка Маруся, и не мой дедушка Коля, и не дедушкина мама бабушка Дуня, и даже не моя тётя. Поэтому блины у меня вот такие. Ну, вполне съедобные. Я к тому, что вот у меня, можно сказать, уже завтрак ночной был. У меня чёрный чай с чабрецом. И просто чёрным чаем. Там у меня сахар на песок. Тут у меня зелёный чай, и у меня есть цветы осмолтуса. Специальная добавка в чай. Вот я их туда зафигачила. Я к тому, что как бы я не голодаю, люди. Не думайте. Вот я хотела вам эту фасоль показать. У меня ещё даже есть каша в горшочке. Ну, ко мне на завтрак собираться, ну, стопишь уже на сегодня, в обед, возможно, зайдёт подруга, которая ходит ко мне сейчас играть на пианино. В общем, тут, возможно, оно выглядит неаппетитно, но на самом деле вкусно. У меня даже получилось так, что у меня её как-то больше вышло, чем я думала. Ну, и две трети я схомячила вчера, а одна треть у меня осталась. Это у нас фасоль стручковая в яйце. Я её сначала отваривала, как мне соседка и родня сказала, а потом уже поджаривала на свином сале, кстати. Так вот, эту шкурку я потом... Она, наверное, практически уже разморозилась, но меня уже скоро будет тянуть сон. Я её днём собираюсь, когда проснусь, сварить и сделать на ней щи. Вон там у меня горшочек этой каши. Ой. Семечки этой тыквы, которые моя тётя сказала, как бы, ну, типа, посушить. Я их немножко посушила в этой печке. Сейчас они уже, наверное, потом уже практически засохли. И, в общем, кашка я тут делала. Раньше делала пару раз ещё в той квартире в микроволновке, но в микроволновке у меня не всегда получалось удачно. То убегала, то не доделывалась. А в печке... Я не помню. Я её уже, по-моему, опубликовала, этот рецепт на кукпеде. Если интересно, гляньте. Довольно легко всё делается. В общем, тут у нас по рецепту совету моей тети чашка, значит, это пшена, чашка этой самой тыквы и молоко. Я не знаю, сколько, ну, в общем, там вот до того кружочка, вот где-то вот столько, наверное, не доходило до этого, до верха. И я в итоге забыла посластить. Сластила уже по... к моменту, когда сготовилась. Оказалось, что моя подруга вполне себе есть такую кашу. Я думала сначала сделать отдельный горшочек, а потом думаю, у меня там есть фасоль, мне эту фасоль надо есть. Думаю, горшочков с кашей вполне этого, полгоршочков с кашей, или сколько тут его, вполне хватит. Микроволновки разогрели в плите. И вот у человека каша. Так что вы не думайте, что я тут ничего не ем. Я бы физически не смогла этого без мяса. Вчера я аж два раза ела это мясо. У меня оно было в этих пельменях. Потом у меня был, ну, может, конечно, это для кого-то не мясо. У меня был паштет этот. Егоревский я его вчера уделала как раз по солью. Потому что если я не ем мясо, я хлопаю ластами. А хлопать ластами мне не надо. Потому что это как-то уж совсем печально. Ну, я за годы тренировок жизни и так далее, в связи с некоторыми своими особенностями организма, которые я подцепила после ДТП, и они раскрыли себя в 2012 году только, я себе с определенный такой режим питания выработала. Ну, в смысле, поняла, от чего мне становится хорошо, и чего мне лучше есть, чтобы не было плохо. Как-то так. Так что вы не переживайте, дорогие зрители, я тут как бы питаюсь нормально. Просто вот я вообще завтра планирую доехать до Атака, потому что у меня масло заканчивается, которое я там покупала. Но я его как-то нигде особо не видела. Но раньше-то я просто не обращала внимания на такое масло. Упала в Атаке. Сейчас покажу. Я решила так. Даже если у меня все 700 моих людей уйдут завтра-назавтра, по крайней мере, я неделю вполне себе так это. Потратила меньше денег, чем, допустим, раньше бы было. Вот это масло, кстати, очень хорошее. Я потом еще засниму этот обзор пустых коробочек еды. У меня мука еще заканчивает. А тут у меня мука, короче, была, и ее стопала моль там частично. Был пакет 2-х килограммовый, полкило, начала жрать моль, и я как-то не рискнула отъесть и выкинула. Купилась, а потом килограмм. Муки в магните. Потом у меня пол пакета, конечно, ушло на мои эксперименты, их в итоге в мусорку, потому что все-таки некоторые эксперименты лучше не экспериментить. Ну и вот у меня тут немножко остается. Так что я как бы вполне нормально питаюсь, ну, вы, конечно, думаете иначе, но я думаю, что я нормально питаюсь. У меня тут, блин, еще остались на завтрак. Так что всем спасибо, не переживайте, всем хорошего настроения и денег. И всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok